Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Такие данные приводит Кировстад. Доля жителей региона, которые совершают интернет-покупки, за пять последних лет выросла с 23% до 46%. То есть сейчас каждый второй кировчанин заказывает что-то онлайн. Женщин среди них больше. Большая часть всех интернет-покупок приходится на одежду, белье и обувь. Также заказывают телерадиоаппаратуру, предметы для отдыха и увлечений. Самые популярные площадки – Вайлдберрис, ДНС, Ситерин, Козон, Леруа Мерлен и М-Видео. Программа Экономика. Эко-ярмарку в Кирове продали за 140 миллионов рублей. Изначально продавец хотел получить за нее 250 миллионов. Выставлен объект на продажу был еще два года назад. За первый год попыток реализовать торговый центр цену снизили на 50 миллионов. Но им так никто и не заинтересовался. В итоге недавно здание все же удалось продать, но за 140 миллионов рублей. Его выкупил предприниматель из Санкт-Петербурга, владелец бизнеса по розничной торговле легковыми автомобилями. Согласно документации, купив эко-ярмарку, он стал обладателем здания рынка площадью почти 5000 квадратных метров, земельного участка, почти в 9000 квадратов, подвала и 172 единиц торгового оборудования. Экономика на 101 ФМ. Директоры школы в Слободском районе осудились за незаконные премии в полмиллиона. Назначал их руководитель школы в деревне Стулова сам себе. За период своей работы он причинил ущерб бюджету более чем на 500 тысяч рублей. При этом оснований для получения премии не имел, а просто, пользуясь служебным положением, подписывал документы, сообщает областное следственное управление. В итоге суд признал руководителя учебного заведения виновным по статье присвоения ему назначили штраф в 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Экономика. И в завершении выпуска курсов. Валют. Доллар сегодня 53 рубля 28 копеек, евро 55 и 83. Мария Кожетникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ. Корректор Wellensibly. Программа «Экономика» на 101 ФМ. Продолжение следует...